И вот здесь очень интересные исследования тоже развивались, потому что в самом начале были исследования, которые были такого алармистского типа, что очень плохо, дети пользуются интернетом, и у них происходит снижение вот этой концентрации внимания, и возникают различные всякие синдромы, и в данном случае очень часто стали с пользованием интернета связывать синдром СДВГ, который вам хорошо известен, синдром дефицита внимания и гиперактивности. И первый ряд, вот первая такая линейка исследований, которые проводились в конце того тысячелетия, в начале нашего тысячелетия, как-то так устойчиво показывали, что как-то это очень связано, использование интернета и, собственно говоря, нарушение внимания. Вот вы знаете, последние годы и исследования последних лет начинают уходить вот от этого оценочного такого отношения, изначально такого негативного, да, на вот эту связь, и начинают исходить уже из необходимости принимать, в общем-то, текущую ситуацию. И появляются уже исследования, которые направлены не столько на то, чтобы показать, как вот плохо интернет и как он плохо влияет на детей и подростков, а появляются работы, которые направлены на то, чтобы понять, а есть ли какой-то оптимум, если уж нельзя от этого отказаться, как можно жить, работать, развиваться вот в таких условиях, в условиях нового образа жизни. И работы уже больше направлены на то, чтобы понять, есть ли какой-то оптимальный там временной диапазон, в рамках которого может, дети наши могут безопасно, да, с точки зрения для их когнитивного развития, для их личностного развития, для их психологического благополучия, психического здоровья заниматься вот этими вот всякими вещами, связанными с интернетами, в том числе и с компьютерными играми, да, которые вот в этом контексте являются наиболее опасными, что ли, с точки зрения получения зависимости. И вот в этом контексте уже находятся определенные исследования, которые говорят о том, что есть определенная позитивная зависимость, наоборот, уже позитивная, между умеренным использованием интернета, использованием с точки зрения обучения, с точки зрения развлечения, да, в том числе и игры, и хорошей академической успеваемостью и, допустим, вот теми же самыми проблемами с вниманием. То есть оказывается, что если дети умеренно пользуются интернетом, они более имеют лучшие оценки по ряду основных предметов, у них не замечаются проблемы с вниманием, более того, у них развивается целый ряд таких свойств и особенностей внимания, для которых надо было раньше специально что-то делать. Там, визуальное внимание, выделение фигуры фона, там, и целый ряд других моментов. И в то же самое время, если дети вот превышают этот лимит, у них как раз появляются и проблемы с вниманием, и проблемы с академической успеваемостью. И в то же самое время, если они не добирают, обратите внимание на это, если они не добирают, вот, то у них тоже появляются проблемы с академической успеваемостью и проблемы с вниманием, и с какими-то особенностями когнитивного развития. Вот. И какой же этот диапазон? А диапазон небольшой, прям вам скажем, это примерно от часу до двух часов. Вот. И вот сейчас вот эти исследования, они достаточно такие репрезентативные, они проводятся на огромных выборках. Более того, они проводятся еще в контексте многих международных исследований. Ну, например, в рамках исследования, которые вам тоже хорошо известны, это вот ПИЗа, да, исследование академической успеваемости. Вот. В контексте вот этих исследований, вот эти вопросы тоже, в принципе, получены. Вот. Ну, говоря о высших психических функциях, я не могу не сказать о клиповом мышлении, но буквально несколько слов. И здесь, конечно, ну, это понятие появилось давно, вы все это хорошо знаете. Вот. Оно еще появилось в эпоху телевидения, так очень активно, да. Как только возникла, по-моему, возможность переключать канал и сидеть там перед телевизором, вот, сразу восприятие стало становиться клиповым. Вот. И вот в условиях вот этой сегодня существующей чрезвычайно большой скорости потребления информации сложно как-то мир по-другому воспринимать. Если ты хочешь остаться в этом потоке информации, да, и в этом потоке информации быть тоже каким-то стабильным, каким-то вот эффективным, да, тебе нужно как-то к нему приспособиться. Вот. И, в принципе, этот поток информации, он, это не просто какие-то информационные каналы, которые вот поставляют материал для наших там мыслей, там, рассуждений и так далее. Вот. Они еще и наше мышление формируют. Вот. Это вот просто абсолютно однозначно. Причем это сказано не сейчас. Об этом сказал самый такой главный теоретик медиа, Маршал Маклюин, очень известный ученый, который как раз занимался этими вопросами, очень многие вещи предугадал и описал до того, как вот мы сейчас с ними начинаем достаточно так и серьезно возиться. И поэтому, с одной стороны, вот здесь у нас возникает какая ситуация, что проблема-то состоит в том, что нас как педагогов беспокоит, что, например, ребенок сложно усваивает большие текстовые массивы, да. Вот. И здесь, конечно, это серьезные такие моменты, которые реально для нас важны и значимы, да. А вот клиповое мышление, он ведет как бы к прощению мышления. И это с одной стороны, да. А с другой стороны, это когнитивный ответ миру, да. Потому что как-то же надо адаптироваться к этим информационным перегрузкам. Поэтому наравне вот с вниманием, наравне с эффектом Google, да, вот и в контексте мышления тоже происходят вот эти такого рода изменения, которые позволяют нам адаптироваться, да, нашим детям адаптироваться к сегодняшней такой вот важной и значимой ситуации. И вот для того, чтобы понять вот эту ситуацию, я хотела бы привести вот очень интересный такой пример психолога Грановской, которая в каком-то интервью его описывала, потому что вот это беспокойство по поводу того, что у нас дети не могут прочитать вот этот текст, да, и что-то там из него, и его, допустим, связано представить, да, отрезюмировать и так далее. В то же самое время вот наравне с этим есть, например, исследования, которые показывают, что дети из этих текстов извлекают очень часто главные, как-то умеют это делать. И вот Грановская привела такой пример. Представьте, что вы посылаете своего ребенка на чердак найти старые калоши. Вот он приходит на чердак, открывает там крышку сундука старого, вытаскивает кучу хлама, а где-то на дне обнаруживает калоши. И победно вам их приносят. Вот. А вы вдруг ни с того ни с сего, с какой-то дурью, вдруг его начинаете спрашивать, а что за барахло ты вытащил, да еще в какой последовательности. Вот. Он на это не обращал внимания, да, он искал калоши. Вот. И поэтому вот здесь вот эта ситуация, я думаю, что нам на нее надо смотреть не плоско, да, а более глубоко. И опять же в контексте нового образа жизни. И вот здесь очень еще такой важный момент, что у нас происходит, вот возникает новая модель мышления. Вот. И мы на самом деле, вот это клиповое мышление, так считает ряд ученых, оно является основой перехода к другой форме мышления. От линейной формы мышления, вот такой последовательной, такой вертикальной, что ли, мы переходим в другой, совершенно на нее не похожей, сетевой формы мышления. И вот эта сетевая форма мышления, она предполагает широкий диапазон действий, вот, она предполагает более такой, знаете, незацикленность на каком-то одном векторе, да, вот, и осуществляется, ну, в отличие от линейно-аналитического мышления, действия осуществляются как бы в открытых сетевых системах. И на самом деле мы там получаем очень много всяких других последствий. Вот. Это, в принципе, отражается и на социальных и культурных практиках. Вот. И здесь вот наш мир становится из вертикального, превращается в более горизонтальный, вот, благодаря интернету. И поэтому наши дети, например, вот от этого вертикального мышления, вертикального восприятия мира, какого-то иерархического, такого, линейного, они переходят к горизонтальному и вообще по-другому начинают общаться и воспринимать вот этот мир. То есть вот здесь вот от изменения вот этих высших психических функций достаточно серьезно зависят разные и другие, собственно говоря, вот эти социальные и культурные практики. Вот. И мы сегодня вот начинаем на это обращать внимание. Вот. Значит, я еще несколько слов хочу сказать о том, что вот сегодня мы все-таки вот связаны серьезно с вопросами изменения механизмов формирования личности. Здесь очень много исследований. Я могу погрязнуть в этих исследованиях, если вдруг начну о них, их пересказывать. Вот. Но хочу ваше внимание обратить вот на что. На то, что сейчас уже наравне с личностью вообще, да, стало, становится достаточно популярным и востребованным понятие цифровая личность. А что такое вообще личность? Личность – это социальное качество человека. Социальное качество, которое приобретается в социальных взаимодействиях. И как мы с вами уже говорили, конечно, вот эти социальные взаимодействия осуществляются в большой степени, в значительной степени через посредства интернета, через посредство нового инструмента, да, нового технологического инструмента, как я уже говорила, имеющего огромные возможности, поэтому очень влиятельного такого инструмента. И сегодня мы говорим о том, что, в принципе, цифровая личность – это такой, знаете, сложный уже конгломерат, да, такой, который на самом деле представляет результат длительных процессов постоянной оцифровки человеком себя в сети. Вот мы постоянно себя оцифруем, мы постоянно чего-то там вносим, мы постоянно чего-то постим, да, но не все, но какая-то определенная часть. Дети это делают постоянно, если они являются пользователями интернета. И в сеть попадает очень много информации о нас самых разных аспектов, начиная от персональных данных разного рода, биографии, привычек и так далее, и так далее. Вот. Кроме того, это такой, знаете, это не только оцифровка персональных данных, это еще и цифровая идентификация личности, да, то есть это такой, знаете, технологический конструкт, да, там, уникальный системный номер, который характеризует личность и так далее. Вот. Часть цифровой личности – это и принадлежащие нам гаджеты, вот, потому что в них очень-очень много информации, вот, вот, и с ними мы с вами находимся в теснейших отношениях. Есть исследование, что даже среднеактивный использователь гаджетов за день прикасается к ним, ну, разного рода прикосновения, более двух тысяч раз, представляете? Вот. А активный пользователь – это вот два-три раза больше. Вот. То есть мы находимся с нашими гаджетами в определенных вообще отношениях. Вот. И кроме этого, это и принадлежащие, подключенные, принадлежащие нам место в облаке, да, там, ну и так далее, и так далее. И сегодня уже есть такие данные, что начинают изучать реальную цифровую личность. Вот есть данные, что реальная цифровая личность начинает, как бы, понемногу сближаться. Ой. Так. Вот. Значит, цифровая личность существует в очень различных контекстах. Вот. Сегодня у нас есть данные, что 90% подростков имеют профили в социальных сетях, пользуются различными месседжерами, там, IP-телефонии. Каждый третий – участники чата, форума. Вообще всё это достаточно быстро растёт. И я кое-что убираю, потому что материала много. И вот в этом контексте изменяется очень много всяких таких моментов, которые, в частности, связаны, например, и с личным пространством ребёнка. На самом деле это вот такой очень интересный феномен, который вот связан с изменениями вот этой цифровой личности, с каких-то личностных механизмов развития детей. Ну, вы все знаете, что функции личностного пространства очень важны и значимы. Это та физическая и психологическая территория, которую ребёнок воспринимает как исключительно свою. вот, и от её правильного развития и формирования зависит, в общем-то, формирование уникальности внутреннего мира, чувство безопасности, умение структурировать внешнее и внутреннее пространство, познание принятия своего тела, встреча с сексуальностью, самоуважением и так далее, и так далее. Это очень значимый такой конструкт. И пропуск в личное пространство – это индикатор восприятия данного человека ребёнком как близкого, как человека, который вызывает доверие. Вот. И вот что у нас сегодня происходит вообще с этим конструктом в социальных сетях. Ну, во-первых, появляется вообще феномен, вот связанный с этим личностным пространством, которого раньше у нас не было даже в психологическом лексиконе. Мы практически не изучали феномен приватности. Вот. Это в определённом смысле новый феномен для старшего поколения, потому что мы все родились в Советском Союзе, где, в принципе, ценности общественные, групповые ставились выше ценности отдельной личности. Вот. А это вот, в общем-то, феномен, который обозначает право человека на личное пространство, свободное, отмешательство других людей и организации. Вот сегодня для наших детей и подростков вот эта забота о личном пространстве становится важнейшим моментом, который регулирует поведение и в реальной жизни, и в сети. Вот. В реальной жизни одни могут быть принципы, в сети другие. И если, например, для старшего поколения это новый феномен, то, например, для наших детей и представителей цифрового поколения вот эти слова – личное пространство, психологические границы, приватность – очень напрямую связаны с онлайн-контекстами. И для них это, конечно, слова, которые сегодня наполнены новым смыслом. И, в общем-то, пользуясь интернетом, дети, в общем-то, платят персональными данными. Вот. А в социальных сетях они приватность учатся настраивать. И поэтому вот эти процессы, достаточно далёкие от поколения Икс и Бэби-бумеров, да, там происходят очень интенсивно и ведут, в общем-то, к определённым, достаточно серьёзным моментам. И вот среди типов приватности выделяют целый ряд типов приватности. И один из таких важных и значимых сегодня – это приватность персональной информации. И вот сегодня основной капитал вот этого личного пространства ребёнка в интернете, в цифровом мире, и капитал вот этой цифровой личности – это есть вот эти персональные данные. Вот. И здесь, вот видите, их достаточно много. От регистрационных, идентификационных данных – это паспортные данные, пароли, там, пин-коды – до хроники личных событий. То есть это мы провели такой анализ, серьёзно проработали целый ряд больших массивов материалов в социальных сетях, вот, и выявили вот целый ряд вот этих моментов, которые сегодня, да, для наших детей значимы. Вот. Знаем ли мы об этом или не знаем. И каждый из этих пунктов имеет свою, в общем-то, отдельную историю. Кроме того, вся эта проблема связана с очень серьёзными такими рисками, которые происходят в этой области. Вот. И дети знают это не понашлышке, потому что каждый второй ребёнок сталкивается с негативными последствиями такого ненадлежащего обращения с персональными данными в интернете. Самый распространённый риск здесь – взлом аккаунта, и дети очень беспокоятся. Вот. В то же самое время у них очень открытые страницы, очень открытые аккаунты, и, например, более 60% детей имеют, дают возможность всем вот этого доступа к своим персональным данным. Очень часто и к персональным данным своей семьи. Это всё связано совершенно напрямую. Я должна сказать, что вот здесь идёт такой серьёзный рост вот открытости детей в этой области, да, и мы вот должны это понимать, потому что вот у нас за последние годы два раза увеличилось вот число вот этих открытых аккаунтов и открытой информации. Вот. И у детей есть очень много проблем с этим вопросом, на самом деле, вот с персональными данными. По наших данным, более 70% детей никому не обращались по вопросам, связанным с настройками приватности. И одна из причин этого – потому что взрослые не могут им помочь. Вот. Вот, например, в связи с этим моментом мы вот даже сделали специальное методическое пособие, которое называется «Практическая психология безопасности», управление персональными данными в интернете. Это вот практические занятия с детьми для педагогов. То есть педагоги могут вот вести такие практические занятия с детьми, потому что именно в силу очень большой важности, да, вот этой проблемы. Что ещё можно сказать о личном пространстве детей и подростков? Ну, ещё вот буквально два слова. Остановлюсь на одном исследовании, которое говорит о том, что... Ну, мы все знаем, что дети находятся в социальных сетях. Я сказала о том, что 90% детей имеют аккаунты, и не один, и не в одной социальной сети. Вот. Это часть их жизни. Вот. И мы получили такой интересный момент, что число друзей и социальных контактов у ребёнка в социальной сети, в принципе, у нас вошло, да, в диапазон... У каждого второго ребёнка вошло в диапазон числа Данбора. Есть такое число Данбора, есть такой английский антрополог и эволюционный психолог, который экспериментально, эмпирически выявил предельное число возможных социальных контактов сначала он у приматов это исследовал, у лемуров, да, вот, а потом перешёл на детей, на человека, не на детей, а на человека, вот, и обнаружил, что в среднем, среднестатистически взрослый человек имеет возможность иметь в среднем 150 социальных контактов. То есть это те контакты, те социальные связи, которые он может поддерживать, встречаясь с этими людьми хотя бы раз в год, как-то общаясь, пересекаясь и вообще какие-то производить с ними действия. А вот весь диапазон Данбора это от 100 примерно до 250 таких социальных контактов. Есть люди, которым очень коммуникабельные, у которых вот это число Данбора может зашкаливать, да, вот, которые выходят за эти диапазоны. Ну, такой среднестатистический, это 150. Вот, и вот сегодня мы получили, что, значит, Данбор, в общем-то, выявил, что имеется связь вот между тем числом социальных контактов и новой корой, как говорят, социальной корой человека, то есть неокортексом, вот, от его объема она составляет большую часть коры головного мозга, в общем, есть цифры, что где-то 80%. Вот от объема вот этой коры, от толщины этой коры, в принципе, зависит вот это число вот этих социальных контактов. И вот наши дети уже входят в вот это число Данбора. У нас получается так, что примерно каждый 15-16-летний ребенок, каждый второй вот из этих детей уже имеет более ста друзей в сетях. И, по нашим данным, поддерживает с ними достаточно активное взаимодействие. И, в принципе, вот этот такой эмпирический факт говорит о том, что это тоже очень серьезный такой фактор влияния на такое качество человека, как социальное взаимодействие или социабельность человека. И вот эти данные достаточно важны. Причем у нас сейчас мы получаем такой, знаете, вот... В данных, в рамках вот этих исследований мы, например, получаем новый феномен такой. Феномен незнакомого друга. Да, потому что вот раньше такого феномена не было. Потому что, ну, была, возможно, в эпистолярном контексте какая-то переписка. Помните, мы были там, у нас были друзья по переписке. Вот был незнакомый друг, который жил где-то далеко в другом городе. Это инициировалось в школах очень часто. Я помню, у меня было таких три друга по переписке. С одной из них девочкой до сих пор как бы мы дружим. Да, где тогда девочка, а сейчас уже взрослым человеком. А сейчас это приобретает массовый характер. То есть феномен незнакомого друга. И вот этот незнакомый друг на самом деле важнее для ребенка, чем какой-то просто знакомый в реальной жизни. То есть он занимает достаточно прочное место человека, с которым делятся. Более половины детей добавляет в список друзей людей, которые никак не связаны с ними в реальной жизни. И вот в контексте этого делятся всем чем угодно. То есть они делятся с этими детьми самыми разными своими особенностями и личными событиями. И вводят их в курс дела по поводу своих проблем разнообразных и так далее, и так далее. И вот что у нас сегодня получается еще. Что получается у нас... Вот смотрите, когда мы вернемся к личному пространству, и что у нас здесь выходит? У нас выходит, что вот это личное пространство имеет как бы ракурс реальной жизни и жизнь в интернете. Вот в рамках реальной жизни у нас идет вот такая нормальная ситуация, когда вот ребенок в центре, потом идет семья, потом идут друзья, там знакомые, другие взрослые, незнакомые люди где-то там уже за пределами вот этого личного пространства. А что происходит в интернете? А в интернете происходит, что идет я, потом идут друзья, а потом идут незнакомые друзья, потом знакомые, а посмотрите, где семья. А семья выходит за пределы вот этого личностного пространства. То есть она на периферии его, понимаете? И вот эти вот круги выстраиваются, ну это такой среднестатистический взгляд, немножко упрощенный, но тенденция вот такая очень заметная. Вот, а другие взрослые, ну мы с вами как педагоги, мы там вообще вот там где-то. И вот это такой очень важный момент, когда вот мы как взрослые, да, родители и дети, вдруг остаемся за кадром. Вот очень важно нам с вами вот как бы вот этот момент не пропустить. Ну и теперь уже подходя к завершению своей лекции, я хочу сказать, что среди вот этих всех рисков, которые существуют, среди вот этих всех новых моментов, которые к нам приносят вот этот новый образ жизни, конечно, интернет кроме возможностей еще награждает нас кучей всяких проблем, да? И этого не может быть по-другому, потому что это новая технология, мы ее осваиваем, мы не знаем ни о каких подводных камнях, мы пока не расшибнемся лбом, да, мы не понимаем, что что-то такое тут есть достаточно серьезное и важное, и даже опасное, да? Вот, и здесь вот мы, значит, выделяем и работаем с рисками интернета уже очень давно. И нам очень помогает наша линия помощи вот это все делать. Мы стараемся учитывать все вот эти риски, когда делаем методические пособия для того, чтобы можно было помочь детям как бы с ними справляться. Я вот сейчас не буду говорить о всех этих рисках, времени на это нет. Я скажу о поставных рисках, которые вызывают большую проблему с точки зрения наших детей и подростков. Ну, вот несколько слов скажу об интернет-зависимости, а потом буквально несколько слов о контентных и коммуникационных. Значит, интернет-зависимостью здесь все непросто. Это такой конструкт и концепт, вокруг которого очень много ломается копий, и его все пытаются включить в классификации болезни. Вот пока это не удалось, в ряде стран, правда, удалось. И все-таки вот в этом плане нужно быть очень осторожным. Поэтому мы очень редко употребляем слово интернет-зависимость, а больше говорим о чрезмерной увлеченности интернетом и проблемном использовании интернета. И здесь я считаю, что именно мы, взрослые, должны очень серьезно помогать детям. Вот, потому что сейчас вот по нашим вот таким важным основным пунктам, которые являются ключевыми симптомами интернет-зависимости, а это вот потеря контроля, синдром отмены, да, и замена реальности, да, у нас, в принципе, каждый второй ребенок сталкивается вот с такими вот проблемами. Если говорить об исследованиях, вот дети интернет-зависимыми или нет, то я могу вам сказать, что здесь очень широкий диапазон, мнений, но если собрать наиболее хорошее исследование, качественные и репрезентативные, то здесь примерно зависимость, ну, такая же, какая существует в любой другой сфере. Это разные цифры в диапазоне, там, от 2-3% до 10-12%. Вот, но вот все-таки о вот этих, вот этой зависимости, вот этих основных таких симптомов, как я уже сказала, каждый второй ребенок так или иначе сталкивается с одним вот из этих симптомов. Следующий риск – это контент, это зона повышенного внимания взрослых всех, и поэтому у нас все законы направлены именно на этот аспект, да, вот, и вот здесь я просто коротко о законах, потому что тут перечислен весь запрещенный контент, вот здесь запрещенный контент, который в 149-м федеральном законе, вот, редакция 2013 года, это и детская порнография, информация о наркотических веществах, информация о самоубийстве, информация о несовершеннолетних жертвах, противоправных действиях. Есть также контент, запрещенный к распространению именно среди детей, и здесь вот целый ряд вот этих пунктов перечислен, вот, и есть контент, распространение которого среди детей ограничено. Так что у нас хорошо вообще с этим поработали, и я должна вам сказать, что несмотря на то, что эти законы в свое время вызвали и большую волну, и протестов, и очень много критики, тем не менее интернет стал вот значительно чище, да, потому что как-то немножко стало все это фильтроваться, стали убираться такие нежелательные сайты с разного рода контента, вот, и я вам могу сказать, что вот по нашим данным самый главный контент, который больше всего беспокоит детей и подростков, вот взрослых беспокоит, знаете что, порнографию больше всего, вот, они думают, что это самая главная проблема для детей. Для детей это не самая главная проблема, да, они с этим знакомятся, но если у них нет проблем с психическим развитием, они достаточно быстро теряют к этому такой вот особый интерес, вот, а больше всего их беспокоит агрессия, жестокость, насилие и всякие вот эти неприятные, вот, связанные с агрессивными аспектами, моменты, которые очень часто существуют в сети, вот. Значит, ну, дети, конечно, любопытничают, и, в общем-то, каждый второй ребенок сталкивался вот с сайтами, которые, в общем, связаны вот с этим негативным контентом. Вот. Коммуникация. Для ребенка это да, вот это действительно зона повышенной опасности. И здесь достаточно часто родители и взрослые вообще недооценивают угрозы, которые связаны с общением в сети. Я уже говорила вам о незнакомцах, да, но хочу ваше обратить внимание на одну из самых серьезных тем, которые есть в этой области, это вот травля и агрессия в сети, да. Это тот феномен, который называется киберболлинг, и который на самом деле имеет безумно печальную статистику, которую, в общем-то, она не так широко известна, она не связана, она не драматизирована так, как, например, некоторые другие риски, например, как группы смерти, да, которые сколыхнули вот год назад вообще всю нашу общественность, и вы, наверное, тоже как следует в курсе, да. Вот. И по результатам вот нашего вот исследования киберболлинга, у нас получается, что у нас каждый четвертый российский ребенок является жертвой буллинга, вот, и каждый десятый это жертва киберболлинга. Это данные, на самом деле, десятого года. В 2013 году у нас выросло число жертв киберболлинга, оно достигло 23%. И вот в этом году мы проводим большое исследование по онлайн-агрессии, да, и получаем еще большие цифры, то есть уже доходят до третья. Я не могу пока вам точно их огласить, потому что у нас идет обработка данных, да, и у нас будет очень большое исследование по онлайн-агрессии, и вот когда будут получены все данные, наверное, я смогу вас при оказии познакомить также вот и с этим вот аспектом. Вот. И все это выражается в очень разных формах в интернете. Самая впечатляющая форма, на которую на меня больше всего производят впечатление, это так называемые стены ненависти. Вот. Вот группы ненависти все вот растиражировали, а вот эти стены ненависти это совершенно ужасная ситуация, когда какая-то группа подростков собирается и начинает мы сегодня ненавидим Алену. И вот все активно заводят страничку такую, начинают все совершенно безобразно и ужасно ненавидеть Алену. Вот. Рядом Алена открывает свою стену ненависти, начинает тоже кого-то ненавидеть. Вот. Вот эти вот вопросы достаточно серьезные, которым мы пока не очень много уделяем внимания. А наше влияние здесь очень большое. Уже сейчас есть данные, например, что если есть тёплые отношения взрослых и родителей с детьми, доверительные такие, всё в порядке, то каждый второй ребёнок меняет своё поведение онлайн, становится менее агрессивным, меньше себе позволяет всего. Ну, тут ещё есть онлайн-громинг, достаточно серьёзная такая ситуация. Ну, не буду сейчас на всех останавливаться. И хочу сказать дальше, что мы исследуем векторы эволюции онлайн-рисков и смотрим, как они меняются. Потому что у нас есть для этого все основания. И очень чётко видим, что коммуникационные риски идут от кибербуллинга. Они уходят в... Вообще коммуникация уходит в закрытые группы. Вот чем страшны были вот эти группы смерти? То, что они не видны были. Что там происходит, как происходит. И сейчас очень много таких групп, о которых мы не знаем. Вот. И вот от вот этих групп мы переходим к рекрутингу. Например, от кибербуллинга в коммуникационных рисках мы переходим к рекрутингу в опасные экстремистские сообщества. Вот. И негативный у нас контент перемещается, например, с открытых сайтов в закрытые группы в социальных сетях. И что очень самое важное, на что прошу обратить внимание, именно дети сами становятся очень активно создателями вот этого негативного контента. И возникает целый ряд рисков, которые уже представляют собой такой микс вот этих рисков. Например, коммуникационные риски, контентные риски. Вот вместе соединившись, они вот дали вот эти суицидальные группы, которые нас очень беспокоят. И даже вот в тех инструментах, которыми пользуются эти группы, там вот идёт сочетание, да, всяких разных элементов и контента, и коммуникаций. Вот так называемые креализованные тексты, различного рода мемы и так далее. Вот. Ну, есть целый ряд новых форм онлайн-рисков. Вот помимо, значит, групп смерти, есть, например, группы, которые связаны с пропагандой нездоровых форм поведения, с пищевыми расходствами. Вот. И там есть своя символика. Там бабочки вместо синих китов. Там тоже очень всё серьёзно. Там дети, в общем-то, в рамках этих групп могут нанести непоправимый ущерб своему здоровью. Вот. Вот новые формы онлайн-рисков – это старые забытые, которые переходят в интернет. Это вот эти группы в списке. Все вы знаете, да, что это такое. Вот. То есть инструмент выступает, вот, интернет выступает инструментом, да, вот, в этом плане. И, в общем-то, способствует развитию вот этого феномена. Вот. Когда дети собираются, и у них происходит такая ранняя социализация с точки зрения алкоголя, отношений там и так далее. Вот. Ну, потом вот этот интернет как инструмент противозаконной деятельности может выступать. Вот мы сейчас начали изучать вопрос рекрутинга в экстремистские сообщества. Здесь ЕГИЛ идёт и прочие вещи. Вот. И вот одно из последних таких очень важных моментов – это рекрутинг наркокурьеры. Я считаю, что вот очень важно детей ставить в известность об этом. Это соблазн такого быстрого, хорошего заработка по поводу раскладки различного рода веществ в разных местах для потребителей этих веществ. Вот. Речь идёт о наркотиках, хотя всё это прикрывается курительными смесями там и всякими такими вещами, да. Вот. За каждую закладку платятся денежки. Вот. Можно получить несколько тысяч в день. Вот. И в итоге можно получить статью 228 Уголовного кодекса от 8 до 20 лет тюремного заключения. Очень серьёзный момент. И вот это важная такая история. Вот. Ну и завершая уже своё выступление, я хочу сказать о чём. Что вот мы говорим об этих всех рисках, об этих всех проблемах. Но в то же самое время мы с вами знаем прекрасно то, что риск – это неотъемлемые вообще условия человеческого существования и нормального личностного развития ребёнка, да. Потому что не пройдя через риски, он нуждается. У него есть потребность преодоления страха, преодоления препятствий, знакомства его с этими рисками. Вот. Вот один человек, который не боялся как бы рисков, он сказал хорошую такую фразу, что кораблю безопасно в плавании. В гавани, простите. Кораблю безопасно в гавани. Но не для этого мы строим корабли. Поэтому самое главное, что мы можем сделать до ребёнка в данном случае, мы можем помочь ему справляться с рисками и проблемами в интернете. Потому что в сегодняшнем мире именно возможность понимать, действовать и эффективно, успешно и безопасно в сети может стать вообще главным гарантом безопасности ребёнка в этом информационном обществе и его эффективности. Вот. И вот с этой точки зрения мы считаем, что здесь вот главный вопрос, на котором нам нужно вообще так... Один из главных вопросов, на которых важно и нужно сосредоточиться, это, собственно говоря, цифровая грамотность ребёнка. И мы даже говорим не просто о грамотности, а мы говорим о цифровой компетентности. Потому что ребёнок в интернете сегодня не просто на кнопки нажимает и вводит пальчиком по экрану, он решает там серьёзные жизненные проблемы. Поэтому именно о цифровой компетентности нужно говорить, как готовности и способности личности применять инфокоммуникационные технологии уверенно, эффективно, критично и безопасно в разных сферах жизнедеятельности. И вот одно из наших исследований было посвящено индексу цифровой компетентности. То есть мы пытались понять, уже никакие риски ребёнок испытывает, а вообще, что он знает и умеет в этой области. Вот создали такой индекс цифровой компетентности, достаточно такую сложную структуру, в которой есть знание, умение, мотивация, ответственность и безопасность как компоненты. И все эти компоненты вот в этих четырёх сферах, о которых я говорила, контент, коммуникация, потребление и техносфера, они вот там как-то реализуются. И вот был создан такой индекс, который представляет собой 100 пунктов. У нас есть 100 пунктов, и есть более сокращённая, уже экспресс такая методика. Вот. И мы его посчитали в 2013 году. И вот у нас получились вот следующие данные. Как вы видите, в принципе, треть только от этих 100 пунктов, да, в общем-то, характеризует цифровую грамотность вот подростков от 12 до 17 лет. И, ну, в общем, это где-то на троечку. На троечку. Я вообще считаю, что вот эти данные тогда вот для нас были тоже таким большим сюрпризом, потому что вот они окончательно разрушили миф о том, что дети всё знают и понимают об интернете. Вот оказалось совсем не так. Вот. Ну, у родителей почти столько же, немножко пониже. Вот. Вот в 2013 году у педагогов было выше. Вот мы потом проводили после этого ещё камерные исследования, и у нас оказалось, что, в общем-то, незначительно вырос пункт и у детей, у родителей почти такой же остался, а у педагогов ещё подрос. Вот. Но вот в этом году мы провели такое тоже большое исследование, у нас будут данные новые. Поэтому, так сказать, вот какая разница между 2013 годом и этим, я сказать не могу. Но, тем не менее, тем не менее, вот эти данные произвели достаточно большое впечатление на нас, да, и, в общем-то, на всех, с кем мы делились, да, вот. И, в общем-то, конечно, возник такой металлический вопрос, как получилось, что поколение с доступом к стольким технологиям не знает, как их использовать. Ну, вот один из ответов уже был тоже в этом же исследовании. И здесь было то, что около 80% детей, конечно, самостоятельно всё это изучали. Вот сейчас ситуация немного лучше. И вот она лучше в Москве. Вообще есть такие вот формы, как школа новых технологий, там, и так далее, и так далее. Вот. И здесь вот этот вот момент, он, конечно, подаёт большой вызов родителям нашим, да, потому что родителям вот наших детей и подростков, потому что вот им сложнее всего. Вот вы обратили внимание, что у них цифровая компетентность почти такая же, как у детей. И вследствие этого, вследствие этого, мы можем говорить о серьёзном разрыве, вот этим цифровом. И не потому, что почти такая же, да, а потому, что они не могут быть экспертами для детей, помощниками вот в этой области, потому что они не опережают детей совершенно и никак. Поэтому на самом деле вот с этим вызовом изменяющихся ребёнок в изменяющемся мире, они меньше всего, хуже всего справляются. И мы знаем, что очень востребованы вот эти все родительские собрания. Вот мы готовим такие сценарии, с ними работаем, потому что родители очень хотят и ждут от школы помощи вот в этой области. Вот. И вот здесь немножко другая ситуация с учителями, как я уже сказала. И есть такие данные, что уровень цифровой компетентности преподавателей напрямую коррелирует с уровнем цифровой компетентности учеников на выходе. Вот. И поэтому, конечно, и родители, и сами дети вот больше ждут от педагогов вот в этой области. И учителей и педагогов, то есть у нас с вами, больше возможности принять вот вызов вот этого цифрового поколения и стать для своих учеников проводниками в этот мир. Потому что вот цифровой разрыв между учителями и учениками существенно меньше, чем между родителями и детьми. За последние годы количество детей, учителей, которые пользуются интернетом, выросло почти два раза, вот как мы исследовали в 2010 году, ну почти 90, ну 100 процентов практически, 95 процентов по нашим данным. Вот. И в 2015 году уверенными пользователями себя назвали уже более 70 процентов учителей. И на самом деле очень часто за уверенностью учителей стоят реальные КТ-компетентности. Вот. И в то же самое время большинство педагогов научились, опять же, научились пользоваться интернетом самостоятельно. Ну вот в связи с этим мы вот стараемся на основе данных, которые мы получаем, готовить различного рода пособия. Вот. У нас есть для началки полезный и безопасный интернет. У нас есть пособия для основного, ступени основного общего образования. Это для детей 6-9 классов, даже 5-9 классов. Вот. Это два таких томика. Называется «Интернет. Возможности, компетенции и безопасность». Два томика, которые… Один том – это лекции для педагогов. Вот. А другой том – это практические занятия для педагогов, которые не могут проводить с детьми. То есть практикумы для детей. И вот они там структурированы по четырем вот этим направлениям. Вот. И вот в прошлом году мы сделали вместе такой организации, как Роскомнадзор, вот с департаментом этой организации по персональным данным. Ну, вот это вот пособие, которое, значит, я надеюсь, что я его оставлю здесь сегодня, вот в этой школе, в библиотеку. Вот. И в конце я хочу вам показать номер нашей линии помощи «Дети онлайн». вот. И если вы считаете, что вашим детям он может быть полезен, вот, можете распространить его в вашей школе. И если какие-то проблемы будут у ваших детей, мы, в общем-то, готовы в этом плане им помочь. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ